Всем привет! Прошло определенное время после покупки гарнитуры Sennheiser PC363D, и я смело могу сделать вполне объективные выводы. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это качество звука. Оно отменное. Насколько я знаю, в этой гарнитуре используются драйверы от HT595. И хотя последние у меня не было возможности оценить лично, отзывы о этих наушниках исключительно положительные. Соответственно, PC363D ничем не должны им уступать. Сам могу подтвердить, что качество звука детализация на высочайшем уровне. Особенно в сравнении с моими прошлыми Logitech G35. Также радует открытый дизайн. Переход с закрытых наушников на открытые воспринимается как глоток свежего воздуха. И в прямом, и в переносном смысле. В прямом, потому что на наушниках присутствует отверстие для вентиляции. Что комфортно при длительном использовании гарнитуры. В переносном, потому что получаем естественный, не вакуумный звук. Без дополнительного давления низких частот. Но имейте в виду, говоря о качестве звука, я подразумеваю использование данной гарнитуры, седущей в комплекте USB звуковой карты, которую вы сейчас видите на своих экранах. То есть, как вы поняли, виртуализация Dolby Surround в моем случае всегда включена, вне зависимости от прослушиваемого контента, будь то музыка, фильмы или игры. Поэтому, если вы собираетесь использовать PC360 3D только в стереорежиме, впечатление может сложиться иное. Раз уж зашла речь о USB звуковой, несколько слов об этом устройстве. Название которого компания Sennheiser определила как 3D Game 1. В первую очередь следует отметить, что длина провода самих наушников составляет 2 метра. И дополнительные 1,2 метра получаем при подключении к внешней звуковой карте. Дизайн устройства простой. Прямоугольная коробочка с двумя 3,5 разъемами. Большим слайд-переключателем эффекта виртуализации. Двумя светодиодами. Один обозначающий работу звуковой. Второй сигнализирующий о включенном Dolby Surround. И декоративным держателем проводов в кавычках. Почему в кавычках? Потому что сам держатель провода не фиксирует, как видите. Внешняя звуковая работает в паре с нехитрым ПО. Которая представляет из себя значок в трее операционной системы. В виде логотипа Sennheiser. Подсвечиваемый синей окантовкой при включенном эффекте виртуализации. Как сейчас. И неподсвечиваемый при выключенном. Соответственно. Вся функциональность программы доступна при нажатии правой кнопкой мышки по значку. При котором появляется список выбора режима виртуализации. Стерео 4 канала 5.1 и 7.1. Хочу заметить, что разница между стерео с аппаратно выключенным эффектом на звуковой и стерео при включенном эффекте разительна. То есть в последнем случае получаем дополнительную обработку с помощью звуковой. Кому что больше понравится вопрос субъективный. Лично мне импонирует последний вариант с включенным Dolby Surround. Итак, что же мы получаем в играх, для которых этот продукт и был выпущен компанией Sennheiser. Скажу сразу, получаем очень много положительных эмоций. Поскольку качество звука, качество позиционирования с помощью 3D Game 1 находится на очень высоком уровне. Выстрелы, взрывы звучат так, как и должны звучать. Шаги противника отлично различимы и безошибочно позиционируются за стенками и прочими преградами. Недостатка низких частот я не ощутил, несмотря на то, что наушники имеют открытый дизайн. То есть в играх эта гарнитура чувствует себя, как рыба в воде. Если вы желаете получить качественный звук и отличное 3D позиционирование, забудьте о монстрах с 10, 20 и 30 динамиками. PC360 3D ваш выбор. Качество микрофона также на высоком уровне. Шумоподавление работает отлично. Кстати, работу микрофона вы можете оценить в моих предыдущих видео, где я использовал его для записи. Ссылки сейчас появятся на ваших экранах. Микрофон включается и выключается автоматически при изменении его положения. То есть включили и соответственно выключили. Также обладает определенной степенью регулировки. Перейдем к дизайну. Наушники очень легкие, сидят на голове исключительно комфортно. Места под ухо даже очень большое предостаточно. Амбушюры и подкладка под голову имеют качественное, приятное на ощупь велюровое покрытие. Так и норовящее собрать на себе побольше пыли, но тем не менее чистится достаточно легко. Гарнитура с легкостью подстраивается под любой размер головы. Но минусом является то, что в этой части нет визуальных засечек. Приходится ровнять правую и левую стороны на глаз. Сам наушник имеет несколько степеней свободы. Горизонтальную с небольшим углом и вертикальную. Минус в том, что угол вертикальной регулировки на левом наушнике ограничен при отключенном, то есть поднятом микрофоне. Минус относительный, поскольку тяжело представить человека с настолько маленькой головой, чтобы данное ограничение доставило хоть какой-нибудь дискомфорт. Как видите, наушники целиком и полностью пластмассовые, но видимых слабых зон, которые могут привести в будущем к поломке, не найдено. В целом, качество сборки хорошее, но есть ряд нюансов. Первый – это крепление кабеля к левому наушнику, который имеет свободный ход, люфт. Если его задеть, в наушнике раздается специфический звук свободно шатающихся пластмассовых деталей. Это абсолютно неприемлемо для гарнитуры ценой в 350 долларов. Как видите, проблема свободного шатания решена с помощью бумажных подкладок, что опять же неприемлемо для продукта подобного класса. Второй нюанс – при определенных движениях головой, примерно от такого вот плана, в наушниках возникает щелчок непонятного происхождения. Опять же, скорее всего, связанный с люфтом пластмассовых деталей. Этот щелчок также дублировался при небольших изменениях положения микрофона. Проблема решается народным способом, то есть молотком по телевизору. Молоток применять не пришлось, но хорошенько постучать по гарнитуре в целях тюнинга и подгонки всего неподогнанного довелось. В целом, подводя итог, могу сказать, что гарнитура Sennheiser PC360 3D – хороший выбор для геймера. И если бы не ряд странных недостатков в качестве сборки, можно было бы сказать, что данный девайс целиком и полностью оправдывает свою сравнительно высокую цену. Как обычно, если у вас есть вопросы или появились в процессе просмотра видео, задавайте в комментариях, я обязательно отвечу. На этом обзор закончен. Спасибо за внимание.